После этого мы позвонили в господин санкл. Гайдмана, 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 и мы позвонили в господин санкл. Это было заявление на его официальный адм, он обещал в личном санкл. И в господин санкл. После чего мы получили заявление в господин уголовного санкл. И да, ну это на тебе, в общем, в микрофон. Во-вторых, что не закончено. Позвольте, что нельзя приездить в ладон. Скорее всего, я говорю... У нас по микроскопу! Вот так. Я прошу тишины. Во-первых, слава Украине! Герои слава! Слава Украине! Герои слава! Слава Украине! Герои слава! Я рад вас всех приветствовать. Спасибо. Буквально короткое заявление. И дальше Герман предоставит всем возможность выступить. Начну сначала. Итак, вчера нам всем невероятными усилиями удалось получить заявление от господина Угодов о том, что он слагает всегда полноручным. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во-вторых, там присутствует огромное количество прессы и телеканалов. Но сегодня утром господин Угодов сделал заявление о том, что он отзывает своим заявлением, поскольку мы угрожали ему физической расправой и там находились люди в масках. Это ложь. Это ложь. И мы все это знаем. Далее мы будем говорить о том, что мы будем делать дальше. Но я могу сказать одно. На самом деле это просто показало еще раз, что они все трусы и лжецы. Кроме того, господин Угодов написал заявление о возбуждении уголовного дела на меня, а также на хлопцев из права сектора и всех там присутствующих активистов с требованием, так сказать, возбудить уголовное дело. Ну, мы этого на самом деле не боимся. Смотрите, заявление в настоящий момент находится у меня в руках. Давайте я расскажу вам, как это все происходило. Почему? Потому что сейчас идут обвинения в каких-то уголовных договоренностях. Я всем вчера в президиуме облсовета публично пообещал, что мы не будем достигать никаких уголовных договоренностей. Что мы будем делать все открыто и на самом деле пришло время новой политики, а не политики уголовных договоренностей. И да, под давлением общественности Угод был готов написать это заявление, но требовал для себя гарантии личной безопасности. Я лично позвонил Вингу и позвонил господину Новинскому, который оказывал прямое влияние на господина Угода. И дал им личные гарантии безопасности, что с Угодом будет все нормально. И они не пообещали, что Бог подпишет это заявление. Более того, кому есть свидетельство. Поскольку мы знаем, с кем мы играем, это все зафиксировано. За спиной Угода стояли журналисты и снимали сколького номера и кому я звонил и передавал группу Угода. Тем не менее, все получилось так, как получилось. Они не выполнили свои договоренности и обманули всех, находящихся в этом зале у всех избирателей Днепропетровской области. Таким образом, мы считаем, что областной совет самоустранился и должен быть распущен. Спасибо.